Приветствую всех, кто присоединился к нам онлайн. Спасибо, что нашли время и присоединились к нашему вебинару. Сегодня у нас день открытых дверей по профессии специалист по международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Меня зовут Белова Ольга, я менеджер по трудоустройству учебного центра специалист. И в начале нашего вебинара я вам расскажу немного о центре учебного центра специалист, о нашей программе трудоустройства. Далее мы с Галией Шайдуловной, ведущим преподавателем центра, экспертом по трансформации бухгалтерской отчетности крупных российских компаний в отчетность по НСФО, и обсудим, как планировать развивать свой карьерный путь бухгалтеру и финансисту в условиях интеграции российской финансовой системы в мировую. Итак, мы на рынке образовательных услуг уже более 30 лет, и за это время мы обучили более 1 миллиона человек, и мы на практике знаем, что не так просто развиваться на своем профессиональном пути, и разработали программу поддержки трудоустройства, поддержки наших выпускников в трудоустройстве в карьерном продвижении. Я сейчас расскажу некоторые опции этой программы, может быть, они кому-то покажутся из вас интересными. Первое, что хочу сказать, во всех наших курсах большая часть это отработка практических навыков, потому что сейчас работодатели не интересуют просто знания, их интересуют также и навыки, и мы это учитываем, естественно, так составляем наши курсы. После получения определенных навыков и после того, как вы заканчиваете определенную программу обучения, я вам рекомендую всем пройти наш бесплатный курс для выпускников, который называется «Успешный поиск работы трудоустройства в период кризиса и карантина». Такой курс поможет вам сориентироваться на рынке труда, подготовить свое резюме, подготовиться к встрече с работодателем, также подготовиться к собеседованию и научиться грамотно отвечать на вопросы на собеседовании. Также есть у нас консультации бесплатные по карьерному развитию. Если кому-то не хватает предыдущего курса, о котором я сказала, мы можем в индивидуальном порядке разобрать какой-то ваш личный кейс. Все ссылки на запись я вам пришлю чуть позже по ссылочке в чат. Также мы регулярно проводим Дни карьеры, куда приглашаем работодателей, экспертов. И ближайший День карьеры будет в сфере IT. День карьеры для бухгалтеров и специалистов финансового сектора мы проводили запись в прошлом месяце. Запись есть на YouTube-канале. Еще хочу сказать в завершении своего выступления о том, что также мы предлагаем вам аккаунты от наших партнеров, размещаем их в Телеграм-канале для выпускников. Приглашаю в него, подписывайтесь и следите за обновлениями там, где вам удобно, в группе в ВК, в Фейсбуке или в Телеграм-канале. Также ссылочки на эти ресурсы я направлю в чат. Для тех, кто посмотрит на записи, можно просто навести камеру на QR-код и перейти, нажать на всплывающее окно и перейти непосредственно на страничку. Итак, далее я передам слово Тулебаевой Галии Шайдуловне, ведущему преподавателю нашего центра. И мы обсудим, какие хард и софт-скиллс являются необходимой базой для любого специалиста по международным стандартам и бухгалтерского учета финансовой отчетности, а также какие навыки стоит развивать в будущем для своего профессионального развития. Так, Галия Шайдуловна, готова вам передать экран. Да, добрый день. Я на минуточку включу камеру, чтобы мы с вами представляли друг друга и перехожу, собственно, к представлению самой специальности. Говорить о том, что специалист по МСФО – это востребованная профессия, мне кажется, совершенно не имеет смысла, потому что об этом говорить не приходится уже лет 20. Это самая престижная специальность в области учета. Презентацию забыли включить свою. Минуточку. Сейчас нормально? Пока не вижу. Уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, в чат, видно ли вам презентацию, потому что я, к сожалению, не вижу, не могу ничего сказать. Но обычно все в порядке. Напишите плюсик, если презентацию видно. Мой экран. Не видно. Попробуйте еще раз. Так. Пока вы включаете, я хотела бы уточнить, кто сегодня собрался, чтобы нам как-то ориентироваться в выступлении. Если вы уже бухгалтер со стажем и, может быть, в какой-то мере работали по направлению со стандартами МФО, то напишите единичку. Если совсем никогда не работали ни с бухгалтерией, как-то практического опыта нет, то тогда напишите нолик. В чем дело-то я понять не могу. Открытие, рабочий стол, демонстрация экрана. Нет доступных файлов. Как-то нет доступных файлов. Сейчас я найду вашу презентацию, включу ее, пока мы будем разбираться. Давайте включу презентацию. Включила. Так. Двигаемся. Движения нет у меня. Передвигайте, пожалуйста, Ольга Николаевна, так, да. Будьте добры. Да. Чуть раньше. Чуть раньше. Так, так, так. Чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже еще. Следующий слайд. Так вот, я хочу сказать о том, что это всегда была престижная специальность в нашей области. И сейчас это становится актуальным. Тем более, что вы знаете, что сейчас русский учет переходит уже всерьез, на самом деле, на платформу МСФО. И буквально вот первые ласточка, это вот стандарты запасы и так далее. До 2022 года практически все русские стандарты, нынешние ПБУ, они перейдут уже на формат МСФО. Поэтому даже с этой точки зрения, безусловно, требуется знать первоисточники. То есть для того, чтобы понять, насколько полно охвачена тема, потому что, к сожалению, пока не будет изменен налоговый кодекс, пока не будет изменено налоговое законодательство российское, пока что о полноценной состыковке двух систем говорить не приходится. Дело в том, что сама природа этих двух систем формирования отчетности, она совершенно разная. То, что было приемлемо в русском учете, оно не ложится в идеологию МСФО. То есть эта специальность совершенно другая. Это специальность формирования отчетности. Если российский бухгалтерский учет был строго регламентирован во всех действиях, то, что предполагалось шаг за шагом, проводка за проводкой, идти, и дальше, нажав кнопочку «Получать очередной отчет», баланс или отчет о финансовых результатах, то в плане МСФО это совершенно неприемлемо. По сути, и в самом названии даже, вы видите, кроется различие идеологической этих двух систем. Если русский учет – это именно РСБУ, правило учета, то МСФО – это правило составления отчетности. Именно поэтому они называются МСФО – стандарты финансовой отчетности. Поэтому вот эта несостыковка, она обуславливает некие сложности. Даже вот на ближайшие два года, я вас уверяю, что даже на российскую должность будут искать именно специалистов по МСФО. Ибо вот одно дело документ, другое дело его применение. Одно дело – знание правил, другое дело – навыки, то есть ремесло. То есть то, каким образом применять эти правила для того, чтобы получить конечный продукт, отчетность, на основании которой, в общем-то, формируется дальнейшая стратегия управления бизнесом, от чего зависит судьба многих людей, сотрудников компаний, в том числе и, разумеется, наша. Кроме этого, конечно же, эта специальность замечательна тем, что она не касается недостатков, так скажем, мягко, да, под запись, недостатков российской бухгалтерии, когда мы с вами, к сожалению, если работаем в рамках российской бухгалтерии, вынуждены заниматься массой сопровождающих технических операций, к сожалению, для реалии российского бизнеса. А вот специалист по МСФО, он совершенно свободен от, что называется, ненужной сопровождающей работы. То есть это в чистом виде абсолютный профессионализм и абсолютное погружение в специфику самой специальности. Для того, чтобы... Ольга Николаевна, можно сдвинуть на функционал? Не могу никаким образом. Да, вот. Нет-нет-нет, функционал. Вот предыдущий, следующий. Да-да-да, благодарю. Для того, чтобы сформировать отчетность по МСФО, специалист должен непременно владеть двумя основными навыками. Прежде всего, это первый шаг, когда мы преобразуем отчетность национальных стандартов в формат МСФО. В принципе, это делается двумя путями. Но где-то, наверное, 95-97% всех компаний, они двигаются от сформированной отчетности по национальным стандартам. В нашем случае это российские правила составления отчетности. Пока есть разница, она сохранится всегда. Пока не будет изменено законодательство потребуется вот этот процесс трансформации, который мы должны уметь делать. И повторяем этот процесс ровно столько раз, сколько компаний в группе компаний. Поэтому вот первое, что надо уметь, это, если говорить технологически и просто, то превращать российские показатели в показатели по МСФО. Для этого надо отлично знать. Разумеется, правила национальные пока не отличаются от международных. А как я вам подчеркиваю, это еще даже при всех оптимистичных прогнозах, это еще сохранится в ближайшие 4-5 лет. Даже если мы окончательно перейдем полностью на платформу МСФО, как это планируется, а, возможно, не исключен вариант такой сценарий, что все-таки разница сохранится. Недаром я вам скажу, что многие страны, даже продвинутые, остались все-таки в рамках своих национальных правил. Например, Германия, немецкие правила учета, они все-таки требуют составления сначала отчетности в формате своих национальных правил, а потом трансформируются уже в правила МСФО. И вторая часть, я очень крупно говорю, это вот буквально шаги такие необходимые, это период, когда мы с вами составляем консолидированную отчетность, то есть когда у нас уже с вами сформированы отдельные пакеты по каждой из компаний группы, тогда мы составляем единую отчетность, консолидированную, когда мы смотрим на группу компаний, пусть даже она включает в себя там несколько сотен компаний, мы говорим о взгляде как бы сверху, в целом на весь бизнес, и отвечаем на вопросы самые животрепещущие для и топ-менеджмента, и для собственников прежде всего, состояние бизнеса в целом. Это дает ответ только консолидированная отчетность, которая составляется по единым правилам, существующим во всем мире. И вот этот навык, он является вершиной нашего профессионализма, это, пожалуй, самое главное умение для финансиста. Как бы это ни называлось, то, что составляет, в общем-то, суть управленческой отчетности, но, к сожалению, поскольку управленческий учет ни в одной стране не регламентирован, то очень много отсебятины, и варьируются правила как угодно. На самом деле они существуют уже давно, и эти правила, конечно же, регламентированы, и все отступления, разумеется, нежелательны. Поэтому специалист по МСФО, полноценный специалист, он, безусловно, владеет этими навыками, и тут никаких разночтений быть не может. То есть вот тут как раз проверяется профессионализм и состоятельность. И поэтому при тестировании специалистов по МСФО обязательно тестируют. То есть не получится проскочить эту стадию, это безусловно, да, будут проверять ваши навыки и по трансформации, и по консолидации. Я вам скажу, что даже по лексикону профессиональному уже можно судить о профессиональной состоятельности специалиста. Поэтому здесь исключено попадание случайное. То есть вас могут взять на техническую ступень этой специальности. Но это будет носить такой, знаете ли, подготовительный характер. Вы пересчитываете, допустим, остаточную стоимость основных по реальным срокам полезного использования. Вы пересчитываете активы и обязательства по справедливой стоимости. Ну, согласитесь, вы понимаете, что эта работа, в общем-то, доступна и не профессионалу. Поэтому, наверное, это не очень интересно. А мы с вами говорим о сердце этой специальности, о том, что составляет действительно ремесло этой специальности. Ну и помимо этого, разумеется, как всякая отчетность по МСФО, она должна быть опубликована, ну, в общем смысле, на информационных носителях. Ну, если говорить житейски, то она должна быть опубликована в интернете. Поэтому вы ее защищаете. По-хорошему, это должна быть комиссия, которая принимает. Она в рамках компании ничего такого официального, кроме необходимости для очень многих компаний отчитываться перед Центробанком. Вот эта стадия – это исключительно внутренняя такая проверка на достоверность. Потому что та стадия, о которой я дальше буду говорить, защита отчетности перед аудиторами, ну, во-первых, вы с аудиторами начинаете работать сразу, как только приступаете к трансформации. Во-вторых, аудитор отвечает, он уголовно, кстати говоря, отвечает уже несколько лет. Уголовно он отвечает только за то, что вы правильно применили правила международных стандартов. За сами операции, за их актуальность, за их достоверность несет ответственность гендиректора. Поэтому аудитор проверяет профессиональную состоятельность именно на этих двух основных навыках. Но, тем не менее, поскольку он отвечает уголовно за это дело, то, разумеется, тут достаточно такой этап ответственный с точки зрения профессионализма. Затем еще один функционал специалиста по МСФО тоже очень важный. Дело в том, что поскольку вот эти вот две стадии трансформации и консолидации, особенно консолидация, она достаточно субъективна, она достаточно вариативна. Вообще вариативность, она свойственная. МСФО – это такое свойство, которое здорово отличает от привычных нам правил по русской бухгалтерии. Вот это вот вариативность, это субъективность, и я даже не побоюсь слова качества составления отчетности, зависит и от профессионализма, и от даже интеллектуальных способностей. Поэтому для того, чтобы у вас, что называется, как говорят, красиво все было, красиво с точки зрения, разумеется, качества отчетности, вот еще профессионализмом является оптимизация корректировок, то есть тех действий, которые необходимы при трансформации и консолидации. Их можно сделать рационально, их можно сделать менее рационально, их можно сделать оптимально, совсем оптимально. Вот это тоже такая сфера интересная. Кроме этого, в арсенал этой специальности входит понимание стадий проекта по автоматизации учета по МСФО, потому что рано или поздно вот эта вот так называемая трансформация вне учетной системы, когда мы просто работаем с комплектом русской отчетности и трансформируем ее в комплект отчетности по МСФО, рано или поздно он переходит в необходимость автоматизации учета. Я не могу сказать, что много удачных проектов, но такое движение непременно воскоснется. И поэтому надо себе представлять ваш функционал, как специалиста по МСФО со стороны компании. Потому что у многих собственников, у многих топ-менеджеров складывается впечатление, а эти проекты, как правило, не дешевые, складывается впечатление, что вот поскольку таких денег проект стоит, то от вас, как представителя организации, при осуществлении этого проекта, собственно, требуется только контролирование результатов. На самом деле весь этот проект по автоматизации учета по МСФО, он требует не только абсолютного профессионализма, потому что вы должны уметь составить тех задания для тех, кто будет осуществлять. Я думаю, что сейчас уже ушли эти безумные идеи осуществлять автоматизацию учета по МСФО силами своего IT-отдела. Это, ну, что называется, по горячности, по первости, ко мне приходили на курсы многие IT-шники с такой вот мега-целью. И по мере, так сказать, прохождения программы, они понимали, что слишком много вот в этой системе, в отличие от ТАКСБУ, слишком много нелинейностей, слишком много того, что является необходимостью гибкости, высказывания профессионального суждения, оценок. То есть то, что весьма сложно поддается автоматизации. Все-таки, ну, господи, что такое автоматизация, да? Какие-то операции в большом количестве повторяющиеся, мы это делаем мгновенно. Вот, собственно, что может машина. Все, что касается умствования, это все достаточно сложно реализовать. Это я по своей первой специальности знаю. Поэтому вот говорю, что автоматизация учета – дело серьезное. Поэтому тех заданий им непременно надо. Методологическую поддержку надо. Даже на первой стадии мэппинга. Мэппингом называется согласование плана счетов. Вы сами разрабатываете планы счетов, потому что по МСФО нерекомендуемого, ни тем более утвержденного плана счетов нет. И по-хорошему, каждая компания разрабатывает свой план счетов. Если вы профессиональный в области учета, вы понимаете, что это за объем. Поэтому вот и функционал специалиста МСФО специально, если вы почитаете вакансии многочисленные, да, даже вот сейчас, если мы с вами обратимся к какому-либо, любому там, джопру или так далее, вы увидите, что требуется, требуется, требуется. Более 120, вот я сегодня зашла, посмотрела, порядка 130 вакансий, требующих специалиста по МСФО. И там обязательно будет требование вот возможности участия в проектной деятельности по автоматизации МСФО. Поэтому вот здесь достаточно большой объем, и вы должны представлять в стадии, мы об этом с вами говорим на курсах этой программы. Кроме этого, вы должны уметь пользоваться возможностью, предоставляемой международными стандартами финноотчетности для подготовки всевозможной информации по запросам сторонних контрагентов, ваших руководителей, когда компания идет на IPO и так далее, и так далее. Все, что нужно внешникам, особенно инвесторам. И здесь я хочу подчеркнуть, что здесь вот должна быть некая гибкость. Ну, честно говоря, получается, что мы сейчас с вами говорим о том, что, по сути, отчетность по МСФО может быть представлена в нескольких вариантах. То, что вы несете в Центробанк, это, так сказать, необходимый уровень, достаточный, но без излишней подробности. Второй комплект для управленческой отчетности. Абсолютно максимум выжить из того, что дает система МСФО. Это лучшее, что выработано человечеством в плане учета за всю историю. И для каждого инвестора тоже свой комплект, хотя бы даже в той отчетности, хотя бы, я имею в виду, в той валюте отчетности, которая удобна для инвестора. Хотя бы в этом уже отличие должно быть, допустим, от основного комплекта, который у нас официально должен быть на русском и в рублях. Поэтому, если у вас инвестор симпатичный, но говорит на другом языке, у него на карточке другая валюта, значит, вы составляете еще один комплект отчетности. Комплектов отчетности, валютах отчетности, может быть, сколько угодно. Здесь у вас тоже должен быть навык быстрого перехода с одного, так сказать, варианта отчетности на другой. Вот такой функционал по этой специальности. Такие вот вы навыки должны иметь по этому функционалу. Далее я готова прокомментировать программу, которая, собственно... Давайте до программы еще немножко обзор рынка труда я сделаю. Мы уже начали про это говорить с вами. Сейчас, секунду, переключусь на свою презентацию. Что еще могу добавить к словам Галии Шайдуловны, то, что по мнению экспертов кадрового рынка высокий спрос на специалистов НСФО сохранится в ближайшие годы. И это, конечно, обусловлено стремительным развитием российского рынка, появлением все большего количества иностранных компаний в нашей стране и увеличением количества зарубежных инвестиций в российские предприятия. И есть определенные важные качества для сотрудников данного направления, как гибкие, так и жесткие. И если мы говорим про такие требования, то, конечно, работодатели хотят сейчас от претендентов... Если, ну это так скажем, если вы хотите в этой сфере расти и развиваться, то знание английского языка для вас будет несомненным преимуществом. Также преимуществом для вас будет опыт работы в каких-то иностранных компаниях, известных аудиторских фирмах. Также, как преимущество в этой профессии, сертификаты различные, которые я указала на презентации, и также профильное образование. Также эта сфера, которая постоянно... Вот эта отчетность по НСФО, она не статична. Она постоянно... Требования меняются, меняются стандарты, и невозможно ее изучить раз и навсегда. Потому, выбирая для себя это направление, необходимо также обладать таким качеством, как гибкость, и желание непрерывно повышать свою квалификацию, как бы учиться. Потому что изменения их придется постоянно мониторить и осваивать. Если говорить про зарплаты, то зарплата специалистов по НСФО может значительно варьироваться в зависимости от опыта и квалификации кандидата и объемов предстоящей работы. И сотрудникам, которые занимаются перекладкой отчетности на НСФО, компании предлагают оклад от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Если вы руководитель проектов подразделения НСФО, то можете рассчитывать уже на 100-250 тысяч рублей. Перспективы дальнейшего роста и продвижения специалистов НСФО по карьерной лестнице могут варьироваться от позиции финансового менеджера регионального либо функционального подразделения организации, финансового контролера или начальника отдела по должности до должности финансового директора. И, как вы видите, все, что мы сказали, говорит о том, что специальность такая направление востребованная и требуется подготовка. И здесь, конечно, важно учиться у профессионалов, потому что они могут поделиться с вами по-настоящему полезным практическим опытом. И как раз наш преподаватель Галия Шайдуловна, она как раз такой профессионал. И для вас мы специально разработали дипломную программу, отвечающую всем требованиям рынка труда, о которой сейчас, наверное, мы и поговорим. Галия Шайдуловна, я принимаю эстафету и прокомментирую вам основные модули. Первый модуль 40-часовой, это МСФО базовый, где мы с вами изучаем стандарты МСФО. Вся система это где-то порядка 40 с лишним стандартов, я не говорю точно сколько, ибо в МСФО принято и приветствуется досрочное применение стандартов. То есть стандарт еще официально, допустим, должен вступить в силу с 22-го года, а сейчас вы можете его применять на добровольной основе. Поэтому говорить о каком-то точном количестве стандартов, которые в работе сложно. У каждой компании где-то порядка 40. Собственно, базовый курс это тот кирпич, который необходим для того, чтобы двигаться в принципе дальше. Без этого никак невозможно. Разумеется, можно изучать это самостоятельно, но дело в том, что документы очень пространные, весь этот материал изложен на 2356 что ли страниц. Поэтому здесь достаточно много таких общих мест. Каждый стандарт предваряется довольно обширным глоссарием. И вы знаете, даже те, кто изучал скажем МСФО в начале нулевых приходят ко мне снова на базу именно для того, чтобы это было компактно, четко и как говорят быстренько. Вот в плане системности наверное это вот то, что закладывается на все последующие годы. И как я уже сказала, это имеет сейчас колоссальное значение, потому что переход русского учета на МСФО, он, конечно, требует понимания первоосновы. И ко мне сейчас идут письма о том, что изучая изменения в РСБУ, с радостью осознаем, пишут мои слушатели, с радостью осознаем, что для нас это уже как бы все знакомо и понимание абсолютное того, что представляют новации по русскому учету. Так что МСФО базовый это платформа, которая позволяет дальше двигаться курсом по модулю 2 и 3, которые собственно составляют само ремесло. То, о чем мы с вами уже беседовали, трансформация, то есть перекладка отчетности из национальных стандартов в стандарты МСФО. Дело в том, что я не говорю, что из РСБУ в МСФО мало ли как сложится ваша жизнь. Во-первых, сейчас ко мне довольно часто приходят слушатели, которые конечной целью имеют международную сертификацию. Оганчивая наши курсы, конечно, вы получите вполне узнаваемые работодателем документы, о них Ольга Николаевна вам расскажет, а вот собственно международный сертификат, это, конечно, совсем другого уровня документ, который позволяет работать в любой стране мира. Поэтому вот то, что я говорю, трансформация из национальных стандартов, возможно, вам придется из немецких перекладывать в стандарты МСФО. Неважно. Сами навыки трансформации, вот это вот движение от показателей национальных к международным, вот все, что является курс трансформации. Мы с вами буквально с первого шага начинаем выполнять практическую трансформацию так, как будто мы работаем с вами в реальной компании. Более того, на нашем курсе практически он недлительный, 16 часов, либо это два выходных, либо четыре вечерних занятия по четыре часа, но за это время мы с вами как бы осуществляем трансформацию, причем наиболее трудоемкую, когда на примере таком обширном, когда делается трансформация в том случае, когда компания впервые формирует отчетность по МСФО. За счет чего получается уложить двухмесячную работу в эти 16 часов? Я не сторонник траты времени на наших практических курсах, на вот эту техническую работу. Заполним таблицу, внесем доходы-расход, заполним статьи. Я думаю, что вот эти вот вещи это можно сделать самостоятельно, мы сразу приступаем к сути, к анализу того, что представляет собой каждая корректировка, которая ведет нас к конечной цели. И трансформация логично переходит после того, как мы с вами переделали отчетность каждой компании в стандарты МСФО, следующий шаг, консолидация, уже, как мы с вами уже обсудили, на этом шаге, мы составляем как бы единую отчетность для всего бизнеса. Вот у вас, допустим, 50 компаний в вашей группе компаний и 50 перед вами комплектов отчетности, учетных политик, там 50 штук, балансов, 50 и так далее. В итоге на стадии консолидации у вас в целом по группе один баланс, один отчет о совокупном доходе, то, что мы называем по-русски отчет и так далее. То есть один единственный комплект. Как будто у вас вся группа компаний, сколько по компании не было, это единое целое, юнит. И здесь на этом курсе я ставлю двойную задачу научить вас вот этому навыку, технологии, ремеслу, если хотите. Но поскольку консолидация в отличие от трансформации не зависит от специфики компаний, которые мы консолидируем, по сути это структурированные правила, которые существуют уже более 100 лет. И по объему работа она занимает, ну вот если весь процесс взять, формирование консолидированной отчетности, вы знаете, вот даже наш основной закон, который регулирует применение МСФО в России, он называется о консолидированной отчетности. То есть как только мы касаемся темы МСФО, так само собой речь идет, что в конечном итоге вы закончите свою работу составлением консолидированной отчетности по бизнесу. Ибо сейчас даже самый мелкий бизнес вряд ли обходится одной компанией. Так вот на этом курсе именно потому, что консолидация так структурирована и не зависит от специфики компаний, это как бы правило единое для всех стран, для всех компаний и по объему, по времени именно оно требует гораздо большего осмысления, чем трансформация. Трансформация это буквально применение тех правил, которые мы на базовом курсе изучили, при переходе от показателей национальных в международные. Если вы знаете правила, там тоже естественно надо подумать, как лучше сделать, как правильно сделать, там тоже хватает умственной работы. Но консолидация по объему она гораздо меньше, она занимает где-то по физическим усилиям, если сказать, где-то треть всей работы. И поэтому здесь на этом курсе, поскольку технология занимает не так много времени, я сразу же ставлю две цели. Первая цель закрепить вот эти практические навыки консолидации, а вторая цель потихонечку готовить к международной сертификации, то, что составляет собственно суть следующего этапа. Я говорю о модуле четвертом, о курсе, на котором я готовлю к сдаче экзамена Дипифор, одной из самых востребованных квалификаций, одноразовый экзамен, можно сказать, русскоязычный, сейчас и большая так называемая ACCA, ACCA квалификейшн, она тоже есть в русском варианте, но это примерно два года, потому что там порядка, ну вот официально 14 экзаменов, реально 12, и довольно значительные затраты материальные. Дипифор русскоязычный всегда был, и дважды в год сдается, и для работодателя даже на руководящую должность вполне достаточно этой квалификации, поэтому этот экзамен всегда востребован, курсы идут дважды в год, бывают вечерняя группа и дневная, поэтому следующий, вот сейчас, допустим, июньский экзамен будет следующий в декабре, значит, если вот реально говорить при прохождении всей цепочки, то этот модуль уже осенний. Вообще вот движение по модулям, оно безусловно, вот видите, я написала с мая по ноябрь, но это с интервалами, потому что вот, допустим, МСФО базовый, он идет пять выходных дней или десять вечеров, и вы разбиваете тогда, когда вам удобно, а трансформация и консолидация они вообще по шестнадцать часов, поэтому вы, допустим, базовый уложили где-то в июне, в мае, да, летом вы все это согласуете с внутренней своей структурой и выходите на практические курсы, а осенью идете на подготовку к экзамену, то есть то, что написано с мая по ноябрь, это не значит, что вы все месяцы эти работаете вместе со мной. Сами курсы, я еще раз повторяю, сорок, два по шестнадцать и подготовка сорок восемь часов в формате, удобном для вас. Вот вкратце та программа, которая подразумевает, но я хочу подчеркнуть очень важную вещь. Для того, чтобы полноценно заниматься, требуется безусловное знание бухгалтерского учета. Речь идет, разумеется, не о каких-то там глубинах, достаточно основ, но понимать движение по каждой операции хозяйственной, как это отражается в конечных отчетах, самое главное, что вы должны не только, вот знаете, в чем недостаток российского подхода был и есть, что человек может сидеть на участке и долбить эти проводки годами, не понимая экономического смысла, не понимая отражения в конечной финансовой отчетности. МСФО система такая, которая потребует от вас более глубокого понимания. И когда вы пройдете всю вот эту программу, я вам гарантирую не только то, что вы сможете работать в любом отделе, там, департаменте МСФО после практических курсов, но вот сама даже подготовка к международной сертификации, она дает абсолютно другой уровень профессионализма. И для этого, еще раз повторяю, нужны вот эти базовые знания бухгалтерского учета, то есть понимание основ, понимание основных проводок, понимание взаимодействия отчетов, то есть это не просто в отрыве там баланс и отчеты о финрезультатах, а вы должны понимать, что это собственно один и тот же период, просто два совершенно разных взгляда, два ответа на самые главные вопросы по финположению того или иного бизнеса. Так что, ну и немножко, немножко Excel, совсем немножко, абсолютно, потому что трансформация консолидация работает буквально с простейшими операциями арифметическими, там суммирование по строкам, по столбцам, ничего сложного, но основы безусловно должны быть компьютерной грамотности. и заканчивая вот представление самой программы, я хочу сказать, что здесь вы вольны сами формировать и длительность обучения, и количество занятий в неделю, потому что здесь формат подразумевает со любой очный, у нас предусмотрена программа, по которой вы, допустим, слушаете, задаете мне вопросы только по каждому из курсов и так далее, то есть у вас, допустим, может быть четыре дня рабочих, четыре дня работы со мной по вечерам, а может быть понедельник, среда, пятница, все под вас, как вам удобно, все форматы у нас в работе, у нас очень гибкая система понимания, что работаем мы, конечно, с людьми, у которых ограничены возможности, кто работает, кто учится, ну, по-всякому, поэтому тут, разумеется, вариативность под вас будет выстраиваться самого, так сказать, осуществления программы. И вот в заключении передаю слово менеджеру по персоналу, Ольга Николаевна, ваши завершающие. Да, хотелось бы сказать, что вот ранее мы обсуждали о том, что, конечно, преимуществом на рынке труда будет профильное образование. И когда вы заканчиваете данную дипломную программу, если у вас уже есть базовое высшее образование в любой сфере, вы получаете диплом о переподготовке по специальности, приравнивающийся ко второму высшему образованию. Если такового нет базового высшего образования, вы получаете удостоверение учебного центра специалистов и плюс удостоверение, естественно, по каждому курсу, который вы закончите. Хочется сказать, что стоимость данной дипломной программы от 71 890 рублей, оно будет зависеть от того, какой вы формат выберете. В формате очного или онлайн обучения она немного больше. Можно посмотреть дипломную программу у нас на странице. Не могу, к сожалению, кинуть вам ссылку в чат, потому что у меня он не загружается, но, однако, можно отсканировать QR-код на экране. Что хочется сказать, что для всех наших слушателей, которые сегодня подключились и посмотрят нас онлайн в записи, все, кто записался на сегодняшний день открытых дверей, мы дарим сертификат на сумму 7000 рублей на оплату дипломной программы до 30 апреля включительно можете его использовать на оплату программы в онлайн формате или очно-заочном. Он дает скидку при, если вы решитесь именно на саму дипломную программу. Можете себе записать МСФО 2021 и обратиться к нашим менеджерам, которые вам с удовольствием данную скидку предоставят. Если вы какие-то курсы у нас уже проходили по данному направлению, то остальные курсы вы можете просто добрать и на выходе получить диплом, который будет свидетельствовать о том, что у вас есть переподготовка по данному направлению, что сейчас для работодателей также немаловажно. Хочется сказать, что также есть и более компактные курсы, например, курс специалист по международным стандартам финансовой отчетности, который состоит только из четырех курсов, его стоимость от 81 тысячи рублей. Но, однако, хочу отметить, в чем преимущество дипломных программ. В том, что заканчивая дипломную программу, вы получаете 50% скидку на все онлайн-курсы в течение полугода. И так как мы с вами постоянно учимся, развиваемся, это достаточно такая хорошая поддержка в развитии. Причем дипломную программу сами вы выбираете период, можете обучаться до полутора лет по ней, сами выбирая, когда, какой курс вам удобнее проходить и в каком формате. Также, если вы заканчиваете дипломную программу, то к ней прилагается ряд курсов, на которые постоянно будет у вас скидка 15-25%. Для тех, кто немного, так скажем, растерялся на данном этапе и не знает, как ему построить свое карьерное развитие, как запланировать нужное обучение, как выбрать наилучший пакет или стоимость, приглашаю вас на консультацию по профессиональному развитию к нашим менеджерам, которые с удовольствием вам расскажут. И вот на этом месте я думаю, что можно было бы может быть поотвечать на вопросы наших слушателей. Предлагаю написать вам в чат, что может быть что-то вас интересует, какие-то определенные требования, какая первичная предварительная подготовка. Я уже вижу один вопрос. Юлиана спрашивает, какой самый короткий срок прохождения обучения. Вот предположим, вы в сентябре, ну так вот, если не брать лето, с любого месяца. Вот считайте, пять воскресеньев у вас, допустим, идет базовый курс. Или вы за две недели, получается, неделю, три вечера, ну где-то, короче говоря, базовый курс месяц, потом по полмесяца трансформация, консолидация, еще один месяц, и где-то месяц и неделька подготовка к депифру. Получается три с половиной месяца, да? Вот самый короткий срок прохождения всей вот этой программы. Еще, пожалуйста, любые вопросы абсолютно. Может быть, вот такие часто задаваемые вопросы мы сейчас осветим. Вот у меня загрузился чат, я сейчас отправлю вам все обещанные ссылки. Действительно, вы можете, знаете, на чем еще время сэкономить? Допустим, после базового курса можно параллельно идти двумя дорогами. Они немножко как бы независимы. Если вам нужно как можно быстрее обладеть ремесло, то есть трансформация и консолидация, чтобы приступить к работе. Очень часто бывает, что слушатели ко мне приходят, те, которые перемещаются в рамках своей компании. Работали они, допустим, в русской бухгалтерии, а сейчас им предлагают перейти в отдел МСФО. И им самое главное собственно овладеть самой технологией. Тогда подготовка может сдвинуться. или идти параллельно. А кому важен сертификат, без которого собственно не возьмут на работу на эту специальность в чужую компанию, те сразу с базы могут готовиться к сдаче депифора, а потом уже взять трансформацию и консолидацию. Если вы пропускаете лекцию, ну послушайте в записи, ничего страшного, обязательно. Запись, как Ольга Николаевна вам сказала, в течение полугода в вашем распоряжении. Ну и разумеется, центр предоставит вам все абсолютно технические возможности для плодотворного изучения и теоретического материала, и практических навыков. Разумеется, у нас все технические необходимые все техническое оснащение и компьютеры, все наглядности в любом варианте для полного комфортного обучения. для записи можете обратиться к менеджеру, либо перейти по ссылочке, которые вам в чате оставила, и даже самостоятельно записаться. Чтобы воспользоваться промокодом, обращайтесь к менеджерам, или чтобы выбрать какую-то, подкорректировать, может быть, что-то, что дипломная программа может корректироваться, если у вас есть уже какая-то база, все в индивидуальном порядке вы можете обсудить с менеджером. Так, я вижу еще вопрос. В чате какое программное обеспечение требуется? Вы знаете, Татьяна, собственно, никакого программного обеспечения специального не требуется. Абсолютно. Я говорю, что буквально основы Excel вполне достаточно. Вполне достаточно. еще вопросы. Итак, уважаемые слушатели, у нас есть пара минут. есть вопросы, пожалуйста, пишите, или мы будем заканчивать. Да, в любой форме. Заочный вот в таком как в классическом формате нет. Есть форма, которая, так скажем, псевдозаочная. То есть вы слушаете записи предыдущих курсов, а потом задаете мне вопросы. Очень заочная форма предполагает, что у вас есть доступ к записям и по каждому курсу у вас назначены занятия с преподавателем индивидуальные и установлены даты. Вы перед тем, как слушать курс, у вас установлено занятие во время и после. И таким образом происходит контроль полученных знаний и возможность задавать вопросы и сдавать соответственно какие-то итоговые материалы. Я бы еще спросила, есть ли какие-то промежуточные оценки по каждому курсу или не предполагает сдачу тестов и экзаменов? Вы знаете, поскольку у нас, как правило, слушатели очень мотивированы, их не надо агитировать на необходимость работы, то тестирование идет прямо по ходу занятий. То есть мы обсуждаем все это в режиме диалога. Я сторонник всегда сразу, даже с базового курса, я предлагаю задавать вопросы прямо по ходу курса. Если требуется развернутый какой-то ответ, значит, мы обсуждаем это после занятий, в больших перерывах, а так слушатели задают вопросы сразу. А тестирую я по ходу, и это носит характер именно такого отклика на то, что обсуждаемое какое-то положение, мы сразу же с вами смотрим, во-первых, на практических примерах все, и, соответственно, у вас возникают вопросы по каждому из моментов. И тестирование, получается, идет непрерывное, но добровольное, так скажем. Ну и есть, разумеется, тесты, завершающие каждый курс, опять же, без всякого какого-то такого административного усилия, это все на благо вам и по вашему желанию, и по вашей инициативе. Домашние задания вы выполняете, то же самое я ни в коем случае не как-то не обязываю, но все слушатели с удовольствием выполняют и двигаются к конечной цели овладения специальностей. Хочу ответить на вопрос надежды. Оплата, возможно, частями, но при этом тогда промокод недоступен, либо даже есть рассрочка от учебного центра, беспроцентная. также доступен кредит с партнерский договор с одним из банков. То есть все возможные варианты, можно оплачивать каждый курс по отдельности, можно сразу всю дипломную программу. Ваш бонус в том, что когда вы покупаете дипломную программу целиком, это дешевле, чем покупка каждого курса по отдельности. Итак, уважаемые слушатели, нам пора завершать наш вебинар. Оставшиеся вопросы вы можете также по датам, которые по стоимости проконсультироваться у наших менеджеров. Телефон сейчас на экране, может быть, у вас есть свои, какой-то свой менеджер, если вы у нас уже учились. Менеджеры у нас работают, вы прямо сейчас можете позвонить. Хочу поблагодарить также Галию Шайдуловну за прекрасное представление данной профессии и всех, кто сегодня присоединился к нам онлайн. Я буду останавливать запись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok